Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Наталья Борисовна, Ирина Тварновна, Ирина моя очень близкая подруга, я этим горжусь, спасибо большое за приглашение, уважаемые коллеги, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это говорит о том, что на самом деле у нас очень душевная, любящая, замечательная, сердечная наша страна, наша Россия, великая. И, наверное, сегодня то, что мы здесь находимся, доказательство этому, потому что это, когда мы думаем о других людей, о том, что есть люди, которым нужна наша поддержка, наши какие-то слова. И как раз та мотивация, о чем говорила Ирина, как раз, ну, если мы можем что-то сказать кому-то и кому-то помочь хоть одному человеку, это уже огромное дело. И, знаете, я ехала сюда и думала готовить текст или что-то, речь там и так далее, но я не хотела привязываться к тексту, поскольку все мы говорим здесь от души. Вот что сказала Наталья Борисовна, я же знаю, столько она делает, столько и университет делает многое для людей с инвалидностью. Я же знаю, не понаслышке это, поскольку мы с Натальей Борисовной очень многократно соприкасаемся и по работе и так далее. Также и Ирина, поскольку это не просто так мы здесь собрались, потому что у каждого из нас есть своя какая-то жизненная ситуация, жизненная история. И через чего мы, собственно, прошли и до сих пор проживаем эту жизнь. Я по себе хочу сказать, что я люблю свою жизнь такую, какая она есть, поскольку жизнь меня любит такую, какая я есть. Вот как раз вот, когда мы будем об этом рассказывать людям, кому нужна наша помощь, поддержка, хоть словами, это уже как бы огромное дело. И знаете, хочу сказать, что вот добрый поезд, добропоезд. Я всё-таки, может быть, в душе каждой из нас, мы дети. И вот думаю, как бы привязать, что бы сказать, что бы получилось от души, от сердца. И я как раз вспомнила тот добрый мультик, мультфильм, на чём мы все выросли, да, где вот звучит песня «Голубой вагон». И каждый из нас, вот когда мы смотрели этот мультфильм, мультфильм вернее, да, то каждый из нас хотел попасть в этот поезд. И нам казалось, боже, как здорово, наверное, этот поезд самый волшебный. Вот эта мечта, которая в детстве у каждого из нас была, и вот каждый из нас хотели попасть в этот поезд, наверняка это и есть тот волшебный добрый поезд, о чём сегодня мы здесь говорим, о чём, собственно, говорила Ирина Эдуардовна, о чём говорила Наталья Борисовна. Знаете, это очень здорово. И я понимаю, что когда мы здесь, люди, собрались здесь, мы понимаем, я понимаю, что мир не без добрых людей. Огромная благодарность за то, что вот та отзывчивость, которую каждый из вас делает для людей с инвалидностью, для людей, которые нуждаются. Поскольку, знаете, опять же, параллель проведу свой пример. Я не знаю, если бы не вы, если бы не ваша поддержка, если бы не поддержка людей, людей, которые меня сделали заслуженной артисткой России, именно в России я стала заслуженной артисткой России, я не знаю, что бы я в жизни делала бы. И у каждого из нас был такой переходный момент в жизни, поскольку, когда я родилась, я об этом часто говорю и повторюсь ещё раз, что существовал огромный стереотип, мы не знали, что такое тогда, и об инклюзии не знали, о многом не знали, о доступной среде не знали, даже не снилось нам об этом. И когда меня на тот момент поддержала моя семья, и это было интуитивно, это была только любовь, и вот эта любовь спасла. А сейчас у нас, в нашей стране, делается всё для того, чтобы люди с инвалидностью достигали, учились, получали образование. Это и доступная среда, это и инклюзивное образование, собственно, в системе образования, и по культуре, и в спорте. Наши паралимпийцы, это же огромный пример для нас, для всех. Я хочу сказать, привести пример, что когда я в Ванкувере была рядом с ними, я восхищалась. Я смотрела и думала, господи, ну вот люди, на которых я хочу равняться. И вот таких примеров в нашей жизни, в нашей замечательной стране очень много. И вот если мы, как бы мы вместе с ними, если наши сердца будут стучать в унисон, и если мы можем помочь хоть одному человеку, а мы можем помочь не только одному, я уверена, что многим людям, то это наше счастье, это замечательно. Знаете, и я считаю, что как бы очень многое зависит от нас. Да, мы должны делать, да, мы должны помогать словом, делом, чем можем. Потому что как раз мы очень часто говорим, что вот, чтобы, ещё раз повторюсь, государство на сегодняшний день делает многое. Надо, чтобы менялось сознание людей в отношении к людям с инвалидностью. А кто это? Мы тоже должны ради этого всё делать. Мы тоже должны доказывать, мы тоже должны говорить. Поэтому вот как раз вот сплочённость, когда мы будем всё вместе, когда мы будем переживать за друг друга, вот тогда у нас всё получится. И знаете, этот поезд не только добрый поезд, это не только поезд, добрый поезд, а это поезд надежды, это поезд мечты, это поезд завтрашнего дня, это поезд будет полон волшебством, добром и мира. Это очень важно. И я, конечно, благодарна, что я могу стать частью этой доброты. Я очень счастлива, и если что-то могу сделать, то я всегда с вами. Так удачного пути, добрый путь и в добрый час. Спасибо.